Самариканский государственный медицинский университет. Кафедра Организация фарматевтического дела. Тема 9. Информационно-справочные документы. Информационно-справочные документы, большинство документов являются информационно-справочными. Они содержат информацию о фактическом положении дел, которые служат основанием для принятия решений из-за нераспредительных документов. Виды информационно-справочных документов – акт, протокол, докладная записка, объяснительная записка, справка, письма, телеграмма, телефонограмма. Одним из видов информационно-справочных документов является акт. Акт – информационно-справочный документ, заставляющий группы лиц для подтверждения установленных фактов или событий. В одной части текста акта указываются основания для составления акта, перечисляются лица, составившиеся акт и присутствующие при этом. Текст акта может быть разделен на пункты, составленные в виде таблицы. Формуляр акта состоит из реквизитов, наименования министерства или ведомства, дата, номер, место издания, заголовок, текст, приложение, подписи. Следующий вид информационно-справочного документа – протокол. Протокол – документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия, решения на собрание, поседания, совещания и т.д. Протоколы оформляются на бланках организаций в одной части и основной. Вводная часть текста протокола имеет постоянную и переменную информацию, постоянное слово «председатель», «секретарь» присутствовали. Основную часть протокола строится по схеме «слушали, выступили, постановили, решили». Завершающая часть текста протокола – «постановление по вопросу». Протокол может фиксировать решение об утверждении какого-либо документа, даты протокола или даты проведения заседаний. Формуляр протокола создает из реквизитов Название организации крупно, наименование структурного подразделения, если есть, наименование вида документа протокол, дата заседания, номер, место составления, город, текст в одной и основной части и подписи. Следующий вид информационно-справочного документа – докладная записка. Докладная записка – документ, адресованный руководителю своей организации или его вышестоящую организацию и содержащий изложение какого-либо вопроса или факта. По содержанию докладные записки бывают информационными и отчетными. Цель инициативной докладной записки – побудить руководителя принять решение. Информационные и докладные записки о ходе выполнения работ представляются руководством постоянно. Текст докладной записки делится на две части – изложение фактов, послуживших причин ее составления и выводы предложения организации или должностного лица. Формуляр объяснительной записки создает из реквизитов на имени министерства или ведомства, название организации, дата, номер, место издания, адресат, заголовок, текст, подпись. Справка – документ, подтверждающий какие-либо факты или события. Справки составляются для описания и подтверждения фактов или событий в производственной деятельности организации. При составлении справок, удостоверяющих юридические факты, используются унифицированные трафаретные бланки формата А5. Справки по производственной тематике составляются из двух экземпляров, один из которых направляется адресату, а второй подшивается в тело. Формуляр справки создает из реквизитов, название организации, дата, имение вида документа, место издания, адресат. Доклад – последовательное изложение на собрании, заседании и т.д. информации, касающиеся определенной или планируемой работы руководителем организации или другим должностным лицам-работникам определенного подразделения или всей организации. Телеграмма – официальные сообщения, переданные по телеграфу. Текст телеграммы должен быть кратким. Союзы, предлоги и знаки препинания в тексте опускаются. Телефонограмма – официальные сообщения, переданные по телефону. Этот вид информационно-справочного документа используется для передачи срочных распоряжений и защищения в пределах телефонной связи. Самым значительным видом информационно-справочных документов являются деловые письма. Письмо, обобщенное названием различных по содержанию документов, служащих для связи и передачи информации между адресатами. Продолжение следует... Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова